Всем привет! Станислав Орехов на связи. Продолжаем нашу тему про то, как удивлять клиента, а на самом деле не удивлять, а влиять на его решение. В предыдущем видео мы поговорили с вами о стереотипах, которые мешают клиенту принять правильное решение и которые мешают клиенту слушать эксперта, профессионала, каким бы экспертом и профессионалом вы не были. А в этом видео я хочу поговорить про второй способ, я обещал его тоже рассказать, который очень сильно поможет вам рассказать клиенту о тех услугах, о тех сервисах, о тех правильных способах введения дизайн-проекта, которые вы, конечно же, как самые главные эксперты, знаете и хотите донести до нашего клиента. Итак, что же мы делаем? Есть такое понятие, есть такая история, которая называется тест-драйв. Вы наверняка про него слышали. Что такое тест-драйв? Это какое-то маленькое действие, это какая-то небольшая услуга. Для чего она нужна? Для того, чтобы клиент, вроде как, придя к нам, получился какой-то результат готовый и дальше уже понял, работать ли его с вами или не стоит работать. И тут мы сталкиваемся с проблемами. Эксперты думают, что к ним пришли как к эксперту, соответственно, они сейчас по полной впаяют ему стоимость. Сколько нам у нас стоит квадратный метр? 2000, 3000, 5000? Давайте по полной сразу же сделаем и рассказываем, чтобы клиент пришел к нам уже по полной стоимости сразу заказывать полный проект. Но хитрость заключается в том, что не все клиенты на это готовы и из всех клиентов, которые у вас теоретически есть, да, какая-то часть будет готова. Да, замечательно, если у вас уже очередь и вы находитесь в 2-5% таких счастливых дизайнеров, в котором стоит очередь, но это видео тогда не для вас, у вас и так все в порядке. Но вот представьте, что у вас очереди нет и вам важны все клиенты, потому что из 95% других клиентов вы не знаете, кто из них будет очень крутым и просто он боится, да, просто он не доверяет себе, он не доверяет вам, он не доверяет интернету, людям и он не знает, насколько вы хороши. И перед тем, как записаться к вам на целиковую услугу, ему, конечно же, хочется посмотреть вас в деле. И многие дизайнеры этого не делают и не делают тест-драйвы и никаким образом в этом не участвуют. То есть все или ничего, да, либо целиком заказывая у нас, пожалуй, сейчас за метр, мы будем с тобой работать, либо, ну, ничего дальше мы не сможем сделать, потому что у нас нет тест-драйва. Я рекомендую всем абсолютно делать тест-драйв. Что такое тест-драйв? Это такая базовая вещь, которая поможет вам наладить взаимоотношения с клиентами. И что делаем? Основываясь на предыдущем видео, мы с вами помним, что у клиентов нету возможности в моменте поменять свои стереотипы. Но у клиента есть желание в любом случае заказать дизайн-проект. Соответственно, он закажет его в любом случае. И исходя из потребностей, из желаний людей, из-за того, что они хотят быть обманутыми, и падки на супер-предложения, супер-сладких предложений строителей, да, которые говорят, давай, приходи только к нам, мы делаем вам дизайн в подарок, дизайн за 5 рублей, за... Вообще бесплатно, мы еще сами заплатим, чтобы делать вам дизайн. Вот клиент окружен всем этим. И вдруг появляетесь вы с хорошими работами, хороший дизайнер, и говорите, вот, крупная сумма. Ну, возникает в любом случае проблема, да, и у клиента, у многих клиентов возникает желание заказать бесплатно, попробовать бесплатно, естественно, там и сделают полную фигню. Так вот, что мы можем сделать в этом случае? Мы можем тоже придумать что-то недорогое, что-то дешевое, что-то, что поможет клиенту получить некий результат, да. Что это может быть? Подумайте, у каждого это может быть свое. Это может быть составление технического задания. Консультация, кстати, это плохой вариант, лучше, чтобы было что-то физическое, что клиент может применить. Это может быть планировка, это может быть подбор материалов, это может быть подбор стиля, то есть, что вы можете клиенту отдать за небольшие деньги. Многие дизайнеры чураются этого и говорят, нет, я не буду делать три варианта планировки, я не буду делать вам подбор, я не буду всем этим заниматься. Окей, можно этим не заниматься, но, знаете одно, что 95% клиентов, которые вас видят, которые приходят к вам в рекламе, они все равно стесняются. Они все равно вам не скажут, но им будет очень тяжело принять решение. Поэтому облегчите им работу, придумайте какой-то тест-драйв, это очень-очень важный инструмент, и сейчас я расскажу почему. Тест-драйв нужен не столько для того, чтобы завлечь клиент, и не столько для того, чтобы вы как-то денег заработали. На самом деле, тест-драйвом мы покупаем время, мы покупаем внимание. А из предыдущих видео мы с вами помним, что самое важное, самое ценное у нас в жизни, что сейчас есть, что будет дальше, это именно внимание. И по сути мы с вами даже можем платить за этот тест-драйв, делать так, чтобы клиенты к нам приходили, давали им внимание, давали им время свое. Это может быть, естественно, не вы, если вы главный дизайнер, это могут быть ваши помощники. Желательно, чтобы это был самый лучший продавец, и в принципе даже вы. У меня есть знакомый дизайнер, он живет в Италии, мы делали для него несколько проектов, помогали им с клиентами. И мы ему рисовали визуализацию, очень много. И он говорит, как вообще я работаю, он мне рассказывает эту историю. Он говорит, я делаю, сам придумываю проект, сам общаюсь с премиальными стоповыми клиентами, я все придумаю. Я иду в офис, я делаю подборку, я делаю планировку, я делаю визуализацию. То есть примерно на 10 тысяч евро он тратится, вкладывается сам для того, чтобы просто прийти к клиенту и показать, как он сделал. Вот мои 10 тысяч евро, вот мои визуализации, он у меня заказывает эти визуализации и показывает своим клиентам. И говорит, что мне? Я говорю, работает эта штука-то вообще, потому что у нас как-то боятся, все так делают. Говорят, да, работает, потому что я знаю, что я делаю хорошо, я знаю, что вы сделаете хорошо свою работу, я знаю, что будут вовремя классные визуализации. Я знаю, что я смогу убедить клиента, что надо это покупать и надо это делать. И 9 из 10 клиентов я убеждаю. Соответственно, статистика очень простая, да, а проекты, понятно, сколько стоишь. Что это несоепоставимые просто деньги, потому что у него там миллионы стоят проекты. Он делает в Италии для крупных бизнесменов в Дубае, в Катаре. Ну, вот, в общем, он очень хороший дизайнер и очень крутой и очень хорошо работает. Так вот, он просто понимает, для него весь проект, весь дизайн проекта это тест-драйв. Представляете? И вот до этого осознания нам, как дизайнерам, тоже стоит дойти. То есть, чем дальше, я не зря выпускал предыдущие видео, посмотрите их обязательно на канале, чем дальше, тем больше будет именно внимания, да, именно возможность показать, чего мы стоим, именно возможность показывать, чего мы стоим на неком тест-драйве и обсуждая с клиентом те детали, о которых он не готов был слушать, потому что у него в голове были стереотипы. И вот показывая, презентуя работы, рассказывая о дизайне, задавая вопросы, вы частично, потихонечку сможете начать менять его мышление. Я очень люблю эту дизайвную тему и не всегда у меня с дизайном так получается, но просто у нас, как бы, к нам приходят клиенты по рекомендациям, да, поэтому нет сейчас возможности и желания предоставлять такие услуги. У нас просто покупают и мы делаем, у нас достаточно сейчас клиентов, с которыми мы можем справиться. Но вот в обучении, допустим, я выдаю информацию, я выдаю вам полезную информацию, пожалуйста, заходите на YouTube канал, смотрите видео, 20 тысяч видео по созданию студии, по привлечению клиентов, по концепциям, пожалуйста, используйте. Что я делаю? Я покупаю ваше внимание. И даже сейчас, смотря это видео, это маленький тест-драйв, который мне, в принципе, ничего не стоит. Я взял камеру, взял микрофон, записал, смонтирую, 5 минут, видео готово. Но вы истратили внимание, и если вы получаете пользу, если ваш мозг воспримет мой совет, и вы его примените и получите результат, вы сассоциируете это со мной. И это очень хорошо. Именно так работает наш мозг. Поэтому тратьте как можно больше времени с вашими клиентами, заставляйте их проводить, даже инвестируйте, заставляйте их проводить время с вами. Не важно, что это будет. Бесплатная консультация, вы будете платить за дизайн интерьера, будет ли это подбор мебели, будет это 10 вариантов планировки. Делайте так, чтобы ваши самые лучшие клиенты проводили как можно больше времени с вами. И тогда будет успех. А дальше, когда вы будете продавать, когда вы будете общаться, это возможность повлиять на стереотипы и показать себя экспертом. И это уже вторая часть продаж, которая тоже очень важна, очень нужна и очень системна. Но о ней мы поговорим в следующий раз. Итак, видео уже немножечко зеновалось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат, было ли полезно, было ли интересно, какие темы вас еще интересуют. Я видел, что там есть дополнительные темы, которые вы оставляли к предыдущим комментариям и по личному бренду и многие другие. Я их обязательно расскажу. Делитесь этим видео с друзьями, оставляйте вопросы в комментариях и мы разберем ваши вопросы в следующих видео. До связи и увидимся на нашем YouTube-канале. Успехов вам в работе. Делайте тест-драйв, завлекайте клиентов вниманием, проводите с ними как можно больше времени, инвестируйте время в клиентов.